Сегодня комитет по чрезвычайным ситуациям страны публиковал данные по разрушениям и ущербу от землетрясения в Горно-Бадахшанской автономной области, произошедшем на прошлой неделе. По словам экспертов и специалистов, которые сейчас работают в районах, где произошло стихийное бедствие, состояние Сарайского озера осталось без изменений, угрозы нет. Единственное, уровень воды в реке Бартан повысился на 5 сантиметров из-за камнепадов. По разрушениям информации, информация более подробная, 158 домов разрушено полностью, 567 частично. Среди них 23 школы, 2 детских сада и 6 медицинских центров. Ситуация в данных районах довольно тяжелая. Температура воздуха опустилась до 22 градусов ниже нуля по Цельсию и наблюдаются сильные снегопады. Жителям приходится ютиться в нескольких сохранившихся строениях и домах. Дорогу Рушан-Бартан все еще не очистили от обвалов полностью и гуманитарную помощь перебрасывают вертолетами. Эти же вертолеты на обратном пути эвакуируют желающих. На данный момент вывезено порядка 500 человек. Это дети и люди преклонного возраста. Их обеспечивают всеми продуктами питания, там и муку, и макароны, и виф, и масло, там все. У нас есть, а также уголь. Уголь их обеспечивают. В каждом кислоте у нас производятся отдельные группы, областные, под руководством ответственных лиц. В чем нуждаются, они нам передают и отсюда выходят, и вот это мы им отправляем. Пока в КЧС не называют точное количество людей, оставшихся в зоне бедствия. Известно, что многие не хотят покидать своих домов, потому что там остается и скот, и имущество. Подземные толчки продолжаются. Сегодня примерно в том же районе произошел толчок силой 4,7 балла по шкале Рихтера. Начиная с 7 декабря произошло более 20 толчков. Это говорит о том, что сейсмоактивность в этой зоне продолжается.